Добрый вечер! Сегодня 19 марта 2016 года. Я хочу немного поговорить о том, как подготовиться для переезда на землю. Для тех, кто все еще живут в городе, часто возникает вопрос, что мне делать для того, чтобы быть готовым для переезда на свой участок земли, на свое хозяйство, как мне подготовиться, что мне там читать и так далее, и так далее. И, конечно, вы можете много всего читать, можете видео смотреть, можете на лекции всякие ходить, семинары, это все классно, отлично, но в конце концов все сводится к тому, что вы будете уметь уже делать к тому времени, когда переедете. Поэтому я призываю тех, кто интересуется, например, завести кост, делать сыры, я слышал, или хлеб научиться печь, или там мясо правильно запекать или вялить. Кроме всего, кроме того, чтобы читать об этом, посмотреть видео, смотреть ролики всякие, начните это делать сейчас. К примеру, если вы хотите потом жить с того, чтобы печь хлеб, научитесь его сейчас печь у себя в квартире. Это не так сложно. Все те видео, которые вы смотрели, просто начинайте их применять на практике. Или, например, вы заинтересованы тем, чтобы научиться варить сыр. Ну, найдите людей, у которых можете купить молоко, качественное, домашнее, будь то коровье, будь то козье, неважно. Научитесь просто работать с сыром, научитесь работать с молоком. И научитесь его варить сейчас в своих домашних условиях, которые у вас есть. И так можно применить, это можно применить к другим любым занятиям, которые вас будут интересовать. Это также будет очень важный фактор в том, чтобы наладить сбыт еще до того, как у вас будет продукт. Потому что сейчас, когда вы еще живете в городе, постоянно общаетесь с своими знакомыми, друзьями по работе, и представьте, что вы начнете печь хлеб или варить сыр. Я думаю, что любой из ваших друзей будет заинтересован этот продукт попробовать. И у вас будут клиенты таким образом еще до того, как вы приедете на землю. А когда у вас уже появятся свои козы, когда вы будете уже в своей русской печи, например, печь хлеб, то вы не только уже к тому моменту сумеете это делать, у вас будет какая-то практика, будь то была практика и дома, и со своим молоком, или просто в электродуховке вы это делали. Но у вас, кроме всего этого, будет еще и клиентура, которая будет готова к тому времени, созреет, и будет дальше сарафаном радио передавать другим людям, что вот есть такой классный продукт. Поэтому рекомендую вам именно вот так сегодня брать и начинать делать. И просто делайте что-нибудь полезное своими руками. Это всегда воздается. Спасибо.